И Данка не ловится, забираю все, и не ловится. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим типичные ловушки, которые игроки в бразильские шашки расставляют игрокам в русские шашки. На сленге игроков в русские шашки называют русачами, игроков в бразильские шашки бразильцами и, соответственно, игроков в стоклеточные шашки называют соточниками. И вот рассмотрим сегодня типичные ловушки, в которые попадаются игроки в русские шашки, когда играют в бразильские шашки. Вначале рассмотрим три моих партии. Я их проиграл, потому что играл по памяти в русские шашки, а на самом деле, конечно, это была игра в русские шашки. Но многие правила совпадают в обеих играх, поэтому вот такие ловушки и существуют. АБ4, БА5, БА3, АБ6. Дебют игра Бадянского. Я играл белыми против гроссмейстера Алексея Домчева из Литвы. ЕД4, ФЕ5. Здесь черные могут побить и на Ж5, но Алексей побил на Е5. Я играю ДЕ3 и на ход БЦ5 по памяти размениваю СД4. Здесь черные могут бить шашкой Е5 на С3 и А5 на С3. Вот здесь бразильские шашки, по идее, надо бить сразу же на Б2. Только так. А я побил по старинке на Б6. Ну и был за это жестоко бит. То есть на ход ЕД4 последовал небольшой, но симпатичный ударчик. ЕФ4. И согласно правилам бразильских шашек я обязан бить 2. То есть русские шашки я бы побил, конечно, одну. А тут приходится бить две. Ну и Алексей остается с лишней шашкой неизбежно. Вот такая симпатичная ловушка. Вторая ловушка, возможно, в дебюте перекресток. Я играл опять белыми против мастера Евгения Ивашко из Днепропетровска. СД4, ДЕ5. БЦ3, ЕД6. ЕФ4. Дебют перекресток. Черный играет БА5. И на ход ФЕ3, ЦБ6. ЦБ2. Ну и естественно, она бить назад, вперед проигрывает. Из-за ловушки известной. Белые меняются ЦБ4. И когда черные нападают, БА7, 10, следует комбинация присоска. Или как я ее называю, пиявка. ЖР4. Ну и куда бы черные не побили, они остаются без шашки. Если бьют на Ж3, тогда следует вот такой удар. Если же черные бьют на поле С5, тогда следует новая присоска. АБ4. Ну и куда бы черные не били, все равно белые остаются с лишней шашкой. Это известная ловушка. Конечно, вперед бить нельзя. Поэтому в этой позиции, конечно, надо меняться назад. Белые снова связывают центр черных. Черные играют АБ6. ЖФ2. Черные строят упор для размена. БА7. И на ход ДЕ3 меняется БЦ5. Здесь я меняюсь. ЦД4. Ну и возникает примерно равная позиция. ЕД4. ФЕ5. Естественно, нельзя играть АБ2 из-за ДЦ5. И черные попадут в дамки. Я играю ФЕ3. И на ход АЖ7. Вот здесь надо, конечно, в бразильские шашки меняться назад. А я по привычке побил вперед. В русские шашки этот ход возможен. Ну и на ход ЖФ6 по привычке игра АБ2. И снова меня бьют. Согласно правилам бразильских шашек, черные отдают одну шашку, затем вторую. И вот в русские я бы побил на Ц5, а в бразильские приходится бить на Ф8. И только следующим ходом я бью на Б4. Ну и здесь быстро проиграл. ЕФ4. Черные ставят дамку на Ц3. Ну и на ход ЕФ2. Черные нападают. Приходится отдавать шашку. Еще раз нападают. Ну и здесь пришлось сдаться. Ничего не попишешь. Следующая ловушка. Возможно в гамбите Кукуева. Я играл черными против сильнейшего гроссмейстера из Бразилии. Венециуса Дамира. Ловушка возможна после следующих ходов. ЦД4, ФЖ5, ДЦ5. Побили, побили. Черные жертвуют шашку. Дебют гамбит Кукуева. И нападают сразу же на две. Конечно правильно тут отдавать ЦД6. Ну и все заканчивается характерными маневрами. Белые укрепляются в центре. Черные его окружают. Здесь я предпочел свести игру к варианту Бахтиозина. Благодаря ему мне не раз удалось побеждать соперников. Дамир выходит ЦД4. ЦД4 я играю в Ж5. Далее следует АБ2, ФЕ7. АЖ3, БЦ5. Белые нападают. И вот здесь в русские шашки, конечно, у белых позиция очень плохая. Вот здесь последовал ход ЕФ2. И здесь я тоже по инерции сыграл ЕФ6. То есть я рассчитывал на ЦД4. И после ФЕ7 у белых единственная ничья ДЕ5. Остальные ходы уже проигрывают. Но здесь следует опять изящный удар. ФЕ5. И согласно правилам большинства, которые действуют в бразильских шашках, белые прорываются в дамки. Ну и здесь я еще сопротивляюсь. Но Венициус Дамир четко доводит партию до победы. Играет на А7. Хочет напасть сзади. На ЦД6 нападает. Не надо закрываться. Ждет. И на ход ЕД4 бьет наш 2. На Ц3. Напал. Ну и в итоге белые победили. Ну это были все простые ловушки. А вот теперь рассмотрим уже более сложные ловушки. Это идея международного гроссмейстера Сергея Белошева. Неоднократного чемпиона мира и по бразильским, и по русским шашкам. То есть самые известные универсалы. То есть игроки, которые отлично играют и в русские, и в бразильские шашки. Да и в стоклеточные тоже это. Сергей Белошиев, Игорь Михальченко. Кого еще назвать? Юрий Аникеев. Вот. И Александр Георгиев. Так. Дебют. Игра Петрова. GH4, BA5. HG3, AB6. EF4, FG5. Я разбирал этот дебют. Здесь преимущество у черных. GF6, GH4. Fe7, Fe3. Черные меняются. И вот здесь есть два варианта в русские шашки. CB4 и CD4. В бразильские лучше играть CD4. И здесь есть две красивые ловушки. На ход HG7 играем DE5. И вот в русские шашки здесь надо правильно играть BC5. Но в бразильские это проигрывает. Из-за удара Наполеона. Играем EF6. Затем ED4. И AB4. Ну и следует характерный удар Наполеона. Белые ставят Рожжон на поле F6. И несмотря на равное количество шашек, побеждают. И заражена. Также в этой позиции проигрывает ход DC5. Тоже можете здесь поставить видео на паузу. И попытаться найти красивую комбинацию. То есть в бразильские шашки. В русские шашки тут комбинации нет. А в бразильские выигрывает ED6. Надо бить большинство. Затем играем ED4. Затем AB4. И снова следует удар Наполеона. Удар Наполеона больше характерен для стоклеточных шашек. Иногда встречается и в русских и в бразильских шашках. Снова три красивые идеи от международного гроссмейстера Сергея Белошеева. Из дебюта кол. CD4, B5. Белые ставят кол. Черные окружают центр белых. И вот здесь, конечно, лучше играть белым CB6. Но в бразильские шашки, возможно, прикольная ловушка. AB2, CB6. Белые играют FE5. Но вот здесь в русские шашки у белых очень тяжелая позиция. Надо играть предельно точно. А в бразильские проходит следующая идея. Белые играют DC3. Черные отъедают шашку D6. И вот здесь в русские шашки надо играть ED2 и FG3. Но в бразильские это проигрывает. Из-за несложного удара. AB4. И черные попадают в дамки. Белым надо ставить дамку. И тогда черные остаются с двумя лишними шашками. Здесь у черных огромное преимущество. Шансы на выигрыш. То есть бразильские шашки здесь вместо хода ED2, отмечу красным, правильно играть FG3. Тогда черные бьют и мы меняемся на поле F4. И несмотря на лишнюю шашку, здесь побеждают уже белые, если черные нападут FG5. Этот ход проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Бразильские шашки. Играем красиво CB4. И согласно правилу большинства надо бить 3 шашки. Тогда играем GF2. И пробиваем на поле D8. С несложным выигрышем. Первая идея. Вторая идея. Нельзя играть BC7. То есть бразильские шашки здесь по идее надо играть AB4. А вот BC7 также проигрывает. Играем BA3. И снова у черных нет спасения. Здесь есть два хода. На FG5 следует комбинация EF2 и CB4. Комбинация называется крюк. Такой ударчик. И белые побеждают. И на ход CD6 здесь следует тоже комбинация. Снова играем CD2. Неожиданный ход для русачей. И на ход FG5 снова следует CB4. Надо бить большинство. Тогда играем GF2. И снова белые празднуют победу. Такие красивые ловушки. А теперь рассмотрим ловушки от мастера из Бразилии Марсела Франциско. Дебют перекресток CD4, DE5, BC3. И вот здесь черные делают очень слабый ход, B5. У белых, конечно, преимущество во всех вариантах. Но пока позиция не проиграна. АБ4, CD6 единственный ход. И на АБ2 снова единственный ход АБ6. Белые играют Б3 и грозят выиграть ходом BC5. Поэтому надо размениваться назад. Тогда белые играют ЕД4. И вот здесь надо играть ЕФ4. Бразильские шашки. В русские можно играть и ЕФ4 и HG5. А вот бразильский HG5 уже проигрывает. Смотрите. Играем ЖФ4. И на ход ЖФ4. Надо развивать шашку Ж5. Тогда нападаем. Надо размениваться. И играем в Б5. То есть здесь есть два хода. После ФЖ7 все-таки... Мне кажется, вот есть ничья. Я не знаю. Может быть кто-то меня поправит. Пользователи Авроры с бразильской версии. У меня потому что есть только Тоша. Я не знаю. Возможно, тут есть все-таки ничья. Бразильские шашки. Мы ее рассмотрим в конце. Вот ход БА7 уже красиво проигрывает. Играем АБ4. И на размен СБ6. Вылазим БЦ5. То есть видите. Нет хода HG7. Из-за HG3. И HG5. И белые попадут в дамки. Нет хода БЦ7. Из-за несложной комбинации. Отдаем две шашки. Затем еще одну. И попадаем в дамки. И наконец проигрывает также HG7. Из-за удара СБ6. HG3. И белые снова побеждают. Так. Также в этой позиции проигрывал ход FG7. Вот здесь поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти комбинацию бразильские шашки. В русские тут ничейная позиция получается. А вот в бразильские у белых красивый выигрыш. Белые играют HG3. Затем Bc5. И затем играют АБ6. Надо бить большинство. И тогда белые также бьют большинство. И легко побеждают. Ну и наконец рассмотрим последний вариант. Что мне удалось найти. Все-таки мне кажется вот после FG7 есть ничья. Белые меняются. Dc5. Очень сильный ход. И вот здесь B7 снова проигрывает. Опять удар. То есть CB6, HG3 и CD4. Ну и надо бить большинство. Белые побеждают. Но у черных есть ход G6. И теперь белые проводят план CB2. Как-то разбирал подобное построение. В одном из дебютов. Помните? Дебют CB4, Bc5, ED4 и белые бьют на D4. Идея гроссмейстера Владимира Егорова. На B7 жертвуем шашку. И играем B3. И здесь черных спасает только ответная жертва. ED4. Белые бьют на G3. И черные отыгрывают шашку. Лучше отдать CD6. Белые продолжают давление. Но выигрыша я здесь не нашел. AB6, EF2. B5, FG3. DE7, GF2. HG7, FG3. Все форсировано. Вот здесь CD4 проигрывает. Просто бьем. E на C5. И потом выигрываем шашку. Черные еще сопротивляются. Но здесь белые легко выигрывают. Допустим, AB4, CB2. GF6, HG3. Допустим, напали, отошли. И на ход FG5 просто меняемся. И выигрываем. За счет лишней шашки. Поэтому правильно в этой позиции играть ED6. Белые играют FG5. Вроде бы выигрывают шашку. Но здесь следует стандартный прием. Удар по затылку CD4. И партия заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество. Я посмотрел тут множество видео. Искал вот эти все идеи. Так что поставьте Лукаса и подпишитесь на мой канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. И хочется еще сказать мысль, что самое сложное для универсалов, то есть игроков, которые играют и в русские, и в бразильские шашки, это не забыть варианты. Иначе можно попасть в следующую ситуацию. Субтитры сделал DimaTorzok